Как обеспечить телевизионными программами всю огромную территорию России? Это стало возможным с помощью искусственных спутников Земли, которые, как высокие телебашни, посылают телесигнал на гигантскую территорию, с которой этот спутник виден. Итак, с телевизионной студии, например, в Останкино, сигнал посылают на спутник, а он ретранслирует его на всю огромную территорию прямого видения спутника. В настоящее время наиболее популярная система телепередающих спутников — геостационарные спутники. Период обращения этих спутников равен периоду вращения Земли вокруг своей оси — 24 часа. Плоскость их круговой орбиты лежит в плоскости земного экватора, а высота над поверхностью Земли — около 36 тысяч километров. Геостационарные спутники удобны тем, что они всегда висят над одной и той же точкой земной поверхности. Они как бы жестко связаны с Землей, как будто одна высокая телебашня с высотой 36 тысяч километров, установленная на экваторе. Поэтому один раз направив свою антенну на этот спутник, уже не надо беспокоиться о том, что он сместится, и нет необходимости поворачивать антенну за ним. Три таких спутника, разнесенные по орбите на 120 градусов, обеспечивают прием телевидения по всему земному шару. Сейчас в Москве прием сигналов от такого геостационарного спутника осуществляет компания НТВ плюс и другие компании, благодаря этому мы можем смотреть телепередачи студий стран Европы и Америки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова